приветствую вас на моем канале творческая мастерская карелого михаила представляю вам поднос то смотрел мои видео ранее я показывал как я выбирал циркуляркой делал пропилы вдоль то есть у циркулярки пропил идет от пилы и как раз то что мне нужно было я напилил вдоль и потом а резцом в одну сторону сбивал так как это косой спил волокна находится вот так и в эту сторону он шел как бы на на выход резак и вот таким образом я сбивал я думал так как это тополь что собьется он быстро буквально за день я вырежу этот поднос но не тут то было резал я орла с ореха и орех довольно таки проще было вырезать чем вот этот тополь но этот орех конечно естественно поэтому он был такой вот твердый здесь оставались сучки я долго думал что же здесь будет и вот получился у меня такой цветочек мне нравится как я уже говорил не все работы мне мои нравятся не все так получается чтобы радовался глаз но вот этому цветочку прям мой глаз радуется и вот эти вот коряги которые я выбил то есть я засверлил лобзиком вырезал закруглял это все больше всего мне ушло время на то чтобы выбрать этот поднос я не хотел делать это фрезером потому что ну не люблю я слишком пыльную работу слишком пыльную работу я долго фрезером не работал поэтому я решил пилой распилить купил и диск идет закругленные когда идет запил то он как раз получался ложбиной такое то что мне надо вот я думаю что я быстро его и выбью хотя я так прям по сантиметру где-то даже по пол сантиметра делайте запилы в глубину на полтора чуть больше сантиметров и резаком я это сбивал я думал что будет просто но на самом деле пришлось поиграться над этим с другой стороны у меня остается вот такая вот штука в общем этот поднос будет висеть на стенке скорее всего и я здесь сделаю стих из священного писания который будет как раз призывать людей не забывать бога ну что люди едят пьют но как написано в святом писании что солнце встает над злыми и добрыми бог нас насыщает и тех и тех и здесь будет стих и когда будешь есть и насыщаться благословляя господа бога твоего вот такой стихи думаю буду здесь срезать бормашиной вовнутрь покрой морилкой потом это будет покрываться лаками я давно с лаками не работал ну это у меня просится подлак так как есть у меня немножко нитро яхтный я их сочетаю будет блеск просто на кухне будет висеть у меня есть спрос на такие работы часто спрашивали именно кухонный утварь женщины любят чтобы на кухне было что-то очень красивое я вырезал есть кстати в моих работах можете посмотреть плейлист моей работы там есть фотографии слайд-шоу корзина и фрукты корзина с фруктами вот такая корзинка тоже у меня шла спрашивали вот иногда я даже отказывал потому что игру ребята я не осьминог у меня не 20 рук я не успеваю было и такое в общем по подносу как бы все насчет выборки я фрезой не люблю работать потому что она сильно пыльная летом на улице можно по выбирать но вот я решил так запилить это пилой и вот что вышло в общем буду сейчас писать этот текст хочу показать что я приобрел в общем приобрел очень недорогой инструмент значит у меня был уже такой фрезер небольшой но он в общем умер я давно думал о таком фрезере случайно я зашел в магазин инструментов и купил вот такую машину купил я только потому что цена меня устраивала молдавские цены в общем стоит сейчас скажу 20 евро 20 евро я заплатил за вот этот вот аппаратик 28 тысяч оборотов единственный минус что обороты не регулируются вот здесь ну понятно здесь есть линейка и еще есть вот такой ролик чтобы идти по шаблонам вот он ролик зажимается любой шаблон делаешь и по шаблону он режет доску вот здесь также была фреза когда я покупал такую в прошлый раз фрез никаких не было или обычно попадаются фрезы как из сверла то есть винтовые мне больше нравится прямые здесь как раз была хорошая прямая фреза она не жжет так как винтовая у меня винтовую если оставлю ли сами сверла делаю фрезы винтовые они жгут дерево часто фрезы вот такие не жгут если как бы смотря какое дерево если фреза острова то она не жжет дерево если аккуратно работать винтовая жжет и мне очень понравилось что здесь есть вот такая вот значит буду испытывать этот фрезер буду испытывать как-то у меня давно была идея такая сделать дупликарвер кто знает что это такое это копир то есть ставишь одно изделие и вот такая фреза зажимается в такое устройство которое копирует другое изделие вот есть у меня такая сделая сделать такое дупликарвер значит вот мои новости на понедельник буду сегодня заниматься текстом вырежу покрою покажу желаю всем удачи в работе резчиком тем кто учится побольше желания сил и вперед ребята надо этому миру показать что резьба по дереву не умерла она живет и будем это передавать будем делиться своими знаниями я в общем этому рад всем пока спасибо за внимание